Обычные псы, ставшие опасными хищниками. Динго. На территории Австралии Динго завоевали славу самых опасных хищников. И это неспроста. Никто из обитателей австралийской фауны по факту не в силах составить конкуренцию стайным псам с красиво ржаво-рыжим окрасом. Лишь изредка на загулявший молодняк или отдельных собак, отбившихся от стаи, могут нападать проголодавшиеся крокодилы или питоны. Но, как говорится, естественный отбор никто не отменял. Внешне Динго очень похожи на собак, но по своему поведению имеют больше общего с серыми волками. И собственно в этом нет ничего удивительного. По мнению многих ученых, прямым предком Динго является индийский волк. Почему индийский, спросите вы? На самом деле в Австралию Динго попали с Юго-Восточной Азии. Именно оттуда они родом. И изначально они были милыми домашними собаками. Но по прибытию в Австралию, многие собаки были брошены хозяевами на произвол судьбы. И поэтому из домашних им пришлось превратиться в диких. К счастью для самих собак, этот процесс прошел совершенно безболезненно. Серьезных конкурентов у них не было, а добычи было предостаточно. Вскоре Динго очень быстро расселились по всему материку, добравшись даже до безлюдных уголков и стали полноправными хозяевами австралийской фауны. Несмотря на внешнее сходство с домашними собаками, Динго обладает более крупными клыками и более развитой силой. И это понятно, ведь им приходится охотиться каждый день, чтобы утолить голод, впрямь как волку. В то время, как домашних собак, того же Пита кормит человек. Кроме того, австралийские дикие псы не лают, а воют и рычат, как волки. На охоту они выбираются преимущественно ночью, охотятся чаще всего на кроликов и кенгуру. Но также не прочь полакомиться рыбой, и ловят они не какую-то мелочь, а акул, которые нередко превышают по размеру их самих. В целом Динго это очень сильные, смелые, сообразительные и ловкие животные. К тому же еще и очень осторожные. А благодаря сильно развитому инстинкту самосохранения, эти собаки очень редко попадаются в ловушки, расставленные людьми.